Всем привет! Привет, ребята! Мы вышли только что из гостиницы Ibis, которая находится возле аэропорта Шерлер-Руа, и направляемся опять в аэропорт, и на территории аэропорта останавливаются автобусы Флипко, и один из них наш, и мы едем в Брюге! Да, мы едем в Брюге, и сейчас мы покажем вам, как дойти пешком из этой гостиницы в аэропорт, потому что, я думаю, это актуальная тема, много кто искал этот вопрос и не находил на него ответ, поскольку, если вы смотрите в гугл-карты, там есть запрещающие знаки, но ничего страшного, сейчас мы все покажем. И здесь я хочу немножко остановиться и рассказать о том, какие существуют варианты, как добраться из аэропорта Шерлер-Руа в другие города. На мое усмотрение, первый вариант самый оптимальный, это автобусы Флипко, поскольку именно на этих автобусах вы можете добраться не только в Брюссель, а допустим и в другие города, в Брюге, также в Францию и даже Люксембург. Если вы будете покупать билеты заранее, там за 2 месяца, за 1,5 месяца до даты планируемой поездки, тогда вы сможете выцепить билеты по 5 евро, это очень оптимальная цена, я считаю. Второй вариант, вы можете сесть на шаттл возле аэропорта и добраться в сам город Шерлер-Руа. Там уже перейти на железнодорожную станцию и сесть на нужный вам поезд. Третий вариант, он немножко экстремальный. Вам нужно дойти примерно так полчаса пешком от аэропорта круговыми путями, потому что аэропорт обгорожен, там есть куча ворот, есть куча вариантов, как можно к этому месту добраться, но я им не пользовался, я просто про этот вариант знаю. Вы можете добраться до вот этой остановки, вот так вот она называется, и там на городском автобусе доехать до Брюсселя. И четвертый вариант, четвертым вариантом использовались мы, потому что мой самолет прилетал очень поздно, он прилетал в 22.20 примерно, и последний автобус на Брюге, нам нужно было именно в Брюге, уезжал где-то в 23. И поскольку я не знал, успею я, не успею, лечу я в этот аэропорт вообще первый раз, мы решили воспользоваться четвертым вариантом. Итак, четвертый вариант, это гостиница Ибис, которая находится также неподалеку от аэропорта. Мы решили переночевать в ней. Но также по карте я смотрел пути, как туда добраться, не совсем было понятно. И прилетали мы еще ночью, было темно. Но поскольку этот вариант мы протестировали, сейчас я вам покажу путь, как добраться от этой гостиницы в аэропорт обратно. Также вы можете использовать этот вариант, как добраться от аэропорта к этой гостинице. Что касается самой комнаты в гостинице, Ибис выглядит она примерно вот так. Спранировали ее мы через Букинг. Здесь есть душевая кабина, свой умывальник, свой санузел, вот такая вот кровать. Отопление электрическое стоит, конвектор, но в комнате не было холодно. Также есть телевизор. Дают в комплект с комнатой вот такие беруши, потому что сообщают, что в комнате довольно-таки шумно. И да, я бы сказал, что шумоизоляция на довольно плохом уровне. Но если переночевать одну ночь, то это самый лучший вариант. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы заходим к тому месту, где стоит знак. Проход запрещен. Есть трелочку другую сторону. Все верно нам нужно перейти дорогу, и с другой стороны нужно себе спокойно идти. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok